Онкология Анастасии Заворотнюк ежечасно обрастает подробностями. Четвертая стадия – невозможность операции, кома, отказ органов, круглосуточная охрана палаты. Однако близкие о раке мозга актрисы и его причинах не говорят, объяснения поступают от знакомых и врачей. В октябре 2018 года актриса стала матерью в третий раз. О деталях беременности и родов Анастасия предпочла не распространяться, но, как дают понять знакомые звезды, малышка Мила появилась на свет с помощью ЭКО. Именно с этим связали развитие болезни сразу после объявления об онкологии у Заворотнюк. Эксперты говорят, что ЭКО улучшается и развивается стремительно, но неизменным в процедуре остается один пункт – гормональная терапия, подготовительная, затем поддерживающая. Процесс чреват осложнениями и имеет список противопоказаний, главное из которых – наличие опухолей. Гормоностиму лицея не может стать причиной рака, но может спровоцировать развитие онкологии, если у пациентки была начальная стадия болезни. Ускорить развитие раковых заболеваний может не ЭКО в частности, а поздняя беременность в целом. Анастасия Заворотнюк родила дочь в 47 лет и, по собственным словам, крайне боялась за здоровье. Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски. Это было непросто, но это был наш осознанный шаг, говорили актриса и ее супруг Петр Чернышев, вспоминая, как врачи отговаривали звезду экрана от рождения ребенка в возрасте, приближающемся к отметке 50. Беременность протекала хорошо, но, как предполагают эксперты, ударила по организму Заворотнюк после появления на свет Милы. Гормональная перестройка во время беременности увеличивает риск развития злокачественных опухолей головного мозга. Имеется четкая взаимосвязь развития опухолей мозга в послеродовом периоде, чем старше женщина, тем выше риск онкологического заболевания, высказывался о раке у Заворотнюк врач-нейрохирург. Перед посылками рака, в том числе головного мозга, могут стать вредные привычки, радиация, влияние промышленных выбросов. Стресса в этом списке нет, однако постоянные переживания бьют в слабое место и организм перестает успешно бороться с клетками, провоцирующими болезнь, объясняет онколог. А стресса в жизни Анастасии было немало, неудачный бизнес, проблемы из-за валютной ипотеки. Рак у Анастасии Заворотнюк обусловлен генетикой, версия упоминаемая, но не подтвержденная. Как объясняют эксперты, рак не является наследственным заболеванием, но от родственников можно получить мутацию, повышающую риск развития онкологии.